руслан левиев с нами на связи руслан доброе утро руслан многих волнует и нас в том числе вопрос что происходит в курской области какие-то косвенные только признаки есть от сообщения российских в том числе про военных блогеров фотографии местных жителей их там свидетельство что вам известно где сейчас находятся украинские позиции насколько им удалось глубоко на российскую территорию пройти но если мы будем судить например по видео как геоцированным видеокадром с украинской техникой украинскими солдатами то по прямой от границы то есть не по дорогам а именно по прямой то это там примерно 12 километров вот самый дальний точек которые я встречал по геолокации а некоторые пророссийские военкоры говорят что глубина внедрение украинских сил примерно там до 15 километров в глубину и 10-11 километров в ширину ну принципе звучит правдоподобно да хотя это конечно мы видим что текущая ситуация в целом вся эта операция она очень сильно отличается от того что мы видели например белгородской области если белгородской области это были прям рейды в прямом понимании этого слова то есть когда заходят какие-то какие-то подразделения про его какие-то свои операции потом довольно-таки быстро уходят то что нету цели закрепиться вот называется рейд а здесь мы видим полноценную войсковую операцию мы не видим здесь например подразделение гур голову правильные развития украины а ведь предыдущий рейд там городской области рдк и прочее это было в основном гур а здесь вот основные произведения украинской армии а мы не видим сообщений в целом от украинской стороны тоже в отличие от всех предыдущих рейдов потому что предыдущие рейды они прямо пиарились активно выкладывались фото видео что вот мы там то здесь то вот туда дошли здесь дошли вот и целый масштаб операции совершенно и совершенно иной поэтому это такая вот полноценная войсковая операция которая прямо сейчас продолжается хорошо руслан силы сторон вот вы сказали да что это отличается от рейдов действительно многие накануне сравнивали то что происходило раньше и называли все с этим то что происходит сегодня пиар акции опять же но действительно судя по всему силы намного больше да у украины а в каком количестве примерно живой силы идет речь и какая техника используется можно сказать в штуках скажем так мы мы сходимся вместе с нашими западными коллегами во мнении что речь идет о нескольких бригадах украинских то есть это сотни может быть до тысячи в принципе человек вполне а может быть но если мы говорим на включая все те подразделения продолжают находиться на территории украины граничных там на зонах готовить будучи таким условным быстрым резервом если там будет как-то развиваться ситуация развиваться чтобы быстро зайти прийти границу и поддержать своих скажем так то вот это несколько бригад по технике есть опять же виде куча видеокадров из техника и на территории пограничной зоны сумской области и уже и в курской области суммарно пока вот глазами мы увидели там ну десятки единиц техники точно привлечены для этой войсковой операции да при этом те силы российские которые непосредственно находились на границе они гораздо слабее то чтобы в основном срочники это были пограничники какие-нибудь там фсбшники может какие-нибудь трансгвардейцы и не более того поэтому мы видим десятки сдавшихся в плен последнюю цифру которую я видел отражена визуально 22 сдавшихся плен российских солдат на скресси вот и срочники опять же ну что их очень легко брать в плен одни неподготовленные люди абсолютно вот может быть больше но в целом дальше ситуация как я ее сейчас вижу она все-таки не в пользу украинов опять же в плане именно размера ресурсов то есть да вот относительно срочников эти войска эти подразделения украинские они значительно больше значительно сильнее но для тех ресурсов которые подтянет россия прямо сейчас от границы там уже будет бесполезно противостоять потому что сейчас отрабатывает активная авиация по украинским военным по их позициям в том числе с применением авиабомб а как вы помните за последний год это была одна из самых главных проблем для украинских военных вообще в целом на линии фронта вот эта российская авиация с бомбами постоянно все везде все закидывает бомбами плюс опять какие-то изделения и есть у всех есть предположение что вероятно цель всей этой украинской операции отвлечь частью российских сил с других направлений но мне сложно представить чтобы их отвлекли откуда нибудь еще помимо сервера харьковской области то есть это группировка войск сил север который командует генерал лапин которая ведет бои волчанские поселки глубоком вот тех приграничных районах харьковской области и даже если их оттуда отвлекут то на линии фронта это особо как бы влияние никакого не окажет то есть я не думаю что кто-либо будет снимать часть подразделений старецкого направления абдеевского баклокровского направления где наступает группировка войск сил центр генерал мордовичок и где у россии довольно таки успешное продвижение то есть может показаться что и вся эта цель украинской операции отвлечь часть именно этих сил чтобы россия не прекратили продвигаться на тарелевском направлении и на покровском направлении но мне крайне сложно представить такой расклад событий поэтому и я и наша команда и многие там наши знакомые коллеги военные аналитики пока что осторожно скептически относимся к целям и возможным там успехом этой операции а подожди руслан объясните одну секунду я не понимаю правильно достаточно опытная в общем и уже накоплено достаточное количество и информационного ресурса и какого для того чтобы понимать все то что вы сейчас говорите и все таки как вы понимаете цель зачем это сделано если вы сами настаиваете то что то есть не сопоставить ресурсы того что есть у украинской карме это что есть российской армии российская украинская армия достаточно опытное командование уже чтобы это понимать ну да как бы опыт есть и понимание есть какое-то понимание но видимо действительно думаю что других видимо вариантов нет как как отречь эти российские ресурсы видимо такое может быть такое у них предположение поэтому давайте-ка проведем вот эту операцию я бы понимал эту операцию в условиях допустим когда у вас хватает в армии солдат хватает техники боеприпасов и вы сидите думаете где бы провести какую-нибудь операцию чтобы резко ослабить врага и вот думаете о вот отличный вариант а с курской области придумали давайте наступать там но когда у вас ситуация когда у вас самих не хватает людей и техники использовать их для для этой операции курской области это очень странно то что как бы это не привело к противоположному результату ну что может быть наоборот сейчас еще быстрее продвигаться россияне на торецком направлении и покровском на направлениях где эти силы бы очень бы помогли поэтому такой поступок очень странно это не первый странный поступок который мы замечаем в этой войне которые многие там том числе украинские образователи признавали например та же самая операция россии в харьковская областьfrage к началась в май там все а с украинской стороны признавали что это территория украинской стороны не была подготовлена там не были укрепления нарытые не были там организованы необходимые силы и в этот момент профукали. А после того, как его профукали, еще слишком много сил бросили на купирование этой ситуации, что и привело к тому, что захватили там очередь, и дальше начали продвигаться российские войска на Донецком направлении. Поэтому порой ошибочные маневры обе стороны периодически совершают. И пока что, мы не то, что утверждаем, но мы больше соперняемся к тому, что это выглядит больше, пока что выглядит как ошибка, эта операция. Ну, смотрите, Руслан, может быть, это как раз, тут есть элементы пиар-акции в том плане, чтобы заставить российских военных сражаться на их территории, таким образом вызвав возмущение, может быть, какое-то, да, или там все-таки дать понять россиянам, что идет война. И вот, пожалуйста, мы же видим сейчас, насколько вот эта тема боев в Курской области, она не сказать, что популярна, но она действительно приковывает внимание россиян. Вот мы даже видим по цифрам сегодняшних наших зрителей, их там в несколько раз больше. Да, но вот предыдущие рейды, они больше были похожи на такие, в том числе попытку влияния на общественное мнение, на общественное мнение россиян в граничных зонах. Было больше похоже раньше, потому что ровно потому, что это активно, информационно поддерживалось украинской стороной. Были разные публикации, от РДК, от всяких спикеров, известных украинских были видеозаписи и прочее, прочее, прочее. А сейчас вся информация, которая поступает за эти там два дня, она идет фактически только от российской стороны. От украинской ничего не приходит. И это очень странная попытка повлиять на общественное мнение, ничего при этом не говоря, не заявляя, не показывая, дожидаясь только, когда там твой брак что-нибудь покажет и скажет. Поэтому как-то не похоже на эту операцию. Плюс предыдущие рейды, когда мы предполагаем, что было в том числе одной из целей повлиять на общественное мнение. Они же толком никакого результата не принесли. То есть, ну окей, переживали в городской области по обстрелам. Особенно, когда были эти президентские выборы. Вот, было много обстрелов, прилетало по Белгороду очень много всего, и там люди погибали. И что, к чему это привело тогда? Ни к чему не привело. То есть, да, было несколько дней новостей громких, а потом все закончилось. И нигде там фронт не просел, ничего так не изменилось. Поэтому не похожим для нас сейчас на какую-то пиар-акцию или попытку повлиять на общественное внимание. Хорошо. Вопрос от нашего слушателя. Если напало несколько сотен человек, то почему же не могут взять ФСБ, Ахмат, спецназ, Росгвардию и выдавить их, или все-таки намного больше украинцев? Ну, про Ахмат особенно забавно. Потому что мы уже по этим 20,5-тичным годам видим, насколько они подготовлены и храбрые бойцы. Ну, собственно, вот показательный момент. Сейчас в плену оказались только срочники. Ну, по крайней мере, те кадры, которые мы видим допросов, там только срочники. Ну, и там был еще один какой-то контрактник, который бы командовал этими срочниками. Ни одного Ахматовцева, ни одного члена подразделения Аптелла Алаудинова. Хотя, казалось бы, была не так давно история с военкором Романовым, который говорил, что якобы Ахматовцы стоят за срочниками, ему потом пришлось из-за этого извиняться. Говорит, что типа, не-не-не, на самом деле они перед срочниками стоят. Так если бы они стояли перед срочниками, они бы тоже сейчас попали в плен. А ни одного такого свидетельства нет. Значит, они действительно где-то там далеко в тылах. По спецназу ФСБ сейчас, не только ФСБ, но и сил специальных операций идут сейчас сообщения, что их прямо сейчас как раз и перебрасывают границы, то есть подтягивают сейчас. Просто их не так много, чтобы всю границу закрыть вот такими спецназами. И, наверное, есть их концентрация где-нибудь в Белгородской области, где такие рейды раньше происходили. А в Курской области, видимо, не ожидали. И в этом плане есть отдельный элемент какой-то момент успеха украинских сил. То есть, казалось бы, у России есть все эти дроны. Мы постоянно видим в видеосъемке, как российские дроны залетают далеко в украинский тыл, снимают кадры железнодорожных эшелонов, каких-нибудь зданий, по которым они бьют эскандерами. А здесь они как-то прошляпили скопление колонной техники, которая потом пересекла границу и начала наступать на территорию России. Как так они это прошляпили, непонятно. Но в этом проявляется такой разведывательный успех, контрразведывательный успех украинских сил, что они смогли так скрытно подогнать технику и начать наступление. Поэтому на первом этапе этого спецназа не было на границе, но сейчас будут подтягивать. И не только их, скорее всего, будут подтягивать и тех военных, кто находится на полигонах, вот там Пелгородской, Курской областях, где подготавливают этих добровольцев, которые каждый месяц там вербуются в Минобороны. Какие-нибудь подразделения группировки Север задействуют, авиация уже активно работает, и вот будут постепенно выдавливать. На ваш взгляд, насколько легко или насколько сложно выдавить украинцев из этих позиций, учитывая, кстати, ландшафт местности, насколько я знаю, он работает именно в пользу тех, кто сейчас занял эти территории? По части ландшафта там были такие вот мнения, что он работает в пользу наступающих украинских сил в том смысле, что, например, районный центр Суджа находится в низине, а вот наступающие силы идут по такой вот высоте. Но с другой стороны, если они, допустим, вошли в Суджу и, допустим, они взяли ее под контроль, то они сами оказываются тогда в низине. Ну да. И тогда получается их легче выпить. Вот. Поэтому здесь как бы две стороны медали, с этими ландшафтами. Насколько там тяжело и легко будет всех этих выбивать в украинский подразделение, зависит от того, на какие траты готовы пойти украинское командование. Потому что одно дело зайти, другое дело удерживать территорию, на которую ты зашел. Это очень ресурсозатратное мероприятие. То есть нужно много-много сил. И вот мы не знаем, на какую силу никто не готов пойти. Отдельно я еще подчеркну, что ведь мы вот эти два дня не видим применения, например, хаймерсов, высокоточного такого оружия, которые активно применяли в том числе по Белгородской области регулярно. А в Курске их два дня не применяют. Хотя они могли бы сейчас помочь. Судя по всему, это ограничение все еще в действии в силе американской, что нельзя применять эту американскую высоточку где-то за пределами Белгородской области. Только там можно. В Курске нельзя. Но при этом странно, что мы видим другую американскую технику, которая прямо сейчас используется, и она уже присутствует на территории России. Типа там бренд-распортера-страйкера, боевые мышцы на пехоте Брэдли. Непонятно пока что, как на это отреагируют американские чиновники. Это дополнительный риск для украинского командования. И этот момент меня тоже немножечко удивляет, как они на такой риск вот решили пойти. Сделать вопросы про Курск под угрозой или сам Курск и Курская АЭС, на ваш взгляд. Там Курск, по-моему, в 70 примерно километрах от Суджи находится. Могут ли ВСУ дойти до него, до того момента, когда туда перебросят серьезные силы россияне? И зачем? И зачем? Хоть какую-то цель в этом убить? Так, я впервые столкнулся с такими сообщениями, что якобы цель украинских сил дойти до Курчатовской атомной электростанции и захватить ее и типа потом как-то обменять на Запорожскую атомную электростанцию. Меня как-то эти идеи абсолютно удивили. Во-первых, это далеко до этой атомной электростанции. То есть вот Суджа, она находится в 10 километрах от границы, а атомная электростанция в Курчатове в 60 километрах. То есть там до нее еще идти и идти очень далеко. А чем дальше вы прошли вглубь территории противника, тем сложнее вашу территорию, этот коридор удерживать. Ведь вам нужно собжать которая будет идти до условной электростанции. Ну и потом даже представим, что они дошли до атомной электростанции, захватили ее, с чего вдруг кто-то будет собираться ее обменивать, ну, например, с российской стороны. Ну, окей, вы захватили одну атомную электростанцию, она больше не поставляет энергию в России, но есть другие электростанции, как бы ничего критичного такого не станет из-за этого. Мы же даже видим по примеру запорожную атомную электростанцию, то есть она захвачена, от этого как бы блок-аут не наступил вся идея эта возникла из-за того, что различные алармисты, в том числе с российской стороны, начали выбрасывать такие идеи, что якобы вот цель украинских сил дойти до атомной электростанции и устроить такой ядерный шантаж, и поэтому нужно так быстрее реагировать. Ну, это какая-то очень фантазийная цель, на мой взгляд. А что с этой газоизмерительной станцией? Вот это объясните. Газоизмерительная станция Суджа, которая находится непосредственно, по сути, на границе, да, она сейчас под контролем украинских подразделений, но с другой стороны и трубы, которые от этой станции идут дальше в Европу, они изначально проходят по территории Украины. То есть этот момент тоже мне так и не позитивно до сих пор. Какой смысл заплатить эту станцию, если вы и так контролируете поток по этим трубопроводам, которые проходят по вашей территории. Поэтому этот момент я тоже, честно говоря, так и не понял. Но при этом вопрос Айдара был даже, насколько, прости, что я тебя поправляю, коллега, не про АЭС, и не про газовую станцию, а именно про город Курск. Правильно я тебя услышала? Ну, в том числе, да. Тут люди, видимо, местные жители переживают. Город Курск еще дальше, чем атомная электростанция, то есть там, по-моему, 70 или 80 километров от границы. Плюс, как я вам только что говорил про Хаймерсы, как видите, украинские подразделения сейчас сильно ограничены в номенклатуре вооружений, которые не могут применять в этой операции. И даже по Белгородской области они такой дальнобойной не могли ничего применять. То есть у них максимум это там 80 километров от их позиции, это от Хаймерсы. А здесь они даже Хаймерсы не могут применять. Поэтому Курск, я считаю, что в полной безопасности ему ничего не угрожает. Ну, собственно, вот в связи с этим пишут в чате, что это в очередной раз доказало, что граница абсолютно не защищена, что могут взять и проникнуть на несколько километров. А вот прямо сейчас кто там сражается с ними? Вот прямо сейчас. С российской стороны? Да. Группировка при крытии границы, которая так и называется. Кто-то, кстати, именно из нее была сформирована группировка войск Север, которая стала командовать Лапин и которая потом пошел наступать на Харьковскую область. Это профессиональные военные? Ну, как профессиональные военные? В современное время профессиональных военных уже практически не осталось. То есть по образцу до 2022 года. То есть каких-нибудь профессиональных контрактников, хорошо подготовленных, обученных, типа или там десантников, барпехов. Хотя на словах они как будто бы есть, но по факту это там не сильно отличается от мобилизованных. То есть это все те, кто пришли добровольно по контрактам, вот и завербовались, мобилизованные, бывшие заключенные. То есть обычные солдаты. То есть да, это не срочники, но вот такие обычные контрактники, которые не самая какая-то там элита условная. Нет, это не элита. Вот группировка при крытии границы сейчас там активно противостоит украинским подразделениям. Авиация очень сильно много работает, российская и есть пока что одна подтвержденная потеря. Вчера вертолет Ка-52 потеряли. Про вертолет МИД-28, который сбила в Пиведрон, пока не ясно, то ли это было в Курсской области, то ли нет. Там еще уточняется. Ну и плюс, вроде бы как, подтягивают подразделения сил специальных операций, спецназ из Москвы. И вот как ультра Росгвардию, видимо. Вот посмотрим, кого еще привлекут для этого. Подождем. Скажите, каким-то образом авиация, которая уже начинает поступать на территорию Украины, те самые F-16, влияет на ход боевых действий? Нет, не влияет, потому что вооружения, которые даны для этих F-16, они не такие дальнобойные, чтобы можно было издалека стрелять по объектам на территории России, то есть близко подлетать к границе с Россией и, допустим, пускать ракету или бомбу по какому-нибудь объекту на территории России. Если они так сделают, то они попадают в огромную зону риска российского ПВО, то есть российское ПВО сможет их сбить. А рисковать особенно такими распиаренными, расхайпованными самолетами сейчас никто не будет. Максимумно, что гонятся эти самолеты прямо сейчас, в ближайшие месяцы, это гоняться за российскими беспилотниками и крылатыми ракетами в глубине территории Украины, не более того. То есть даже, скорее всего, около линии фронта мы их в ближайшие месяцы не увидим. Ну, гоняться за беспилотниками на F-16 это, в общем, наверное, как из пушки по воробьям, нет? В каком-то смысле, да, но когда этот беспилотник наводит Искандер на какой-нибудь важный объект, это уже другая речь. Все-таки правильно оценивать не с точки зрения беспилотника, который ты уничтожаешь, а с точки зрения какой урон он может нанести своим присутствием в воздухе. Поэтому, да, вроде бы из пушки по воробьям, но нужно. Ну и плюс они же еще и за кралатыми ракетами тоже будут гоняться, которые уже не воробей. Да. Скажите, а как вы на этом фоне оцениваете перспективы переговоров, о которых стала говорить украинская страна? В общем, даже не знаю, до какой степени это ожидаемо, особенно заявление по поводу того, что если все страны говорят, что Россия должна присутствовать на саммите мира, то, наверное, так тому и быть. Есть ощущения, да, и многие тоже выдвигают такую теорию, что в том числе одной из целей этой операции добиться максимума, максимально сильной позиции в социальных будущих переговорах. Но для этого, получается, вам придется удерживать эту территорию до ноября или даже дольше. То есть, никто же не говорит, что переговоры будут условно в конце августа. Даже мыслей таких нет. То есть, если они и будут какие-то условные первые встречи, то это конец года, самое-самое ближнее. А до конца года удерживать такую территорию, до которой они сейчас зашли, это очень сильно затратно. Поэтому вряд ли с этим связано. И вряд ли это повлияет так серьезно на переговорные потенциальные позиции. Но да, как бы сейчас это немаленький шанс того, что там в конце этого года, в следующем году состоятся какие-то там первый раунд условных встреч. Скорее всего, ни до чего не договорятся, потому что у обеих сторон невыполнимые для второй стороны условия. Но постепенно война идет именно к этому, что может быть в следующем году мы увидим какое-то замораживание конфликта, потому что надо с этим что-то делать. Невозможно без конца так тратить ресурсы, потому что ресурсы не бесконечны. Вот по поводу ресурсов, Руслан, был вопрос о профессиональной армии, о которой мы уже с вами говорили. Ее вообще не осталось? То есть тут даже был вопрос, куда она делась? Расскажите. Если имеется в виду профессиональных, подготовленных, как это было до полномошнабного вторжения, то почти не осталось. Особенно среди десантников, морпехов и других подразделений сухопутных войск, их можно сказать, что не осталось. Можно какие-то отдельные несколько человек, условно, грубо говоря, которые будут чисто исключением из общей практики. А так все такие профессиональные военные, они либо погибли, либо тяжело ранены, либо смогли уволиться из армии, его дезертировать, сбежать. То есть их действительно не осталось. Их и так было небольшое количество по масштабам текущей войны, а сейчас совсем не осталось. Есть профессиональные военные, которые остались в каких-нибудь войсках, которые не могут быть напрямую задействованы в нынешней войне. Ракетные войска стратегического назначения, какие-нибудь военно-космические силы, что-нибудь в этом роде. Хотя, если мы могли наблюдать, в последние дни идут вал сообщений, что якобы уже и из этих контрактников тоже начинают набирать штурмовые полки и отправлять на линию фронта. Вот недавно был некролог поиска пропавшего человека, который служил на авианесущем крейсере адмирал Кузнецов и каким-то образом очутился на фронте в Харьковской области и там пропал. И потом погиб. Вот даже до такого дохода. Слушай, но мне кажется, подожди, Айдар, мне кажется, что о гибели, о том, что ВДВ больше нет, как подразделения, мы говорили чуть ли не весной 22-го года. Правда, Руслан? Вот после Гастомеля, после Буча, после того, как они штурмовали эти аэропорты и их всех там положили, соответственно. Я просто помню, что этим разговором уже там два года про то, что ВДВ больше нет, как действенной армейской структуры. Да, их не то, чтобы там совсем не стало к середине 22-го года, но ВДВ и морпехи несли самые большие потери в самом начале полномашнего отражения, потому что именно их использовали как штурмовую пехоту. И они вынесли гигантские потери. И из-за этого, условно, к 23-му году они формально продолжают существовать, как будто бы ничего не изменилось, но качество состава, оно выровнялось с обычным любым контрактником из любых мотострелковых войск. То есть, они перестали быть элитой. А потом на их место пришли ЗК. Да, сначала они морпехов там всех положили, а потом стали... Бывшие заключенные, мобилизованные, да, теперь добровольцы всякие, пенсионеровского возраста, да. У нас мало времени, есть волнующие вопросы людей. Мобилизация вот в связи с тем, что профессиональной армии не осталось и в связи с тем, что поднимают выплаты за заключение контракта, явно не хватает ресурсов. Что с мобилизацией, насколько она сегодня вероятна? Мнение мое по этому поводу никак не изменилось, даже несмотря на вот эту операцию в Курской области, это пока не такой риск для военного командования России, то есть, нигде фронт не сыпется. Это не... То, что мы видим сейчас в Курской области, это не то, чтобы там фронт сыпется. Это просто вот такое успешное пока что продвижение. Поэтому нет причин проводить вторую волну мобилизации, и поэтому в этом году по-прежнему я ее не ожидаю. То есть, текущего темпа вербовки людей пока что хватает для пополнения потерь, хотя при этом тоже дефицит есть. Но не такое, чтобы внезапно провалились на фронте российские войска. Еще один вопрос. Тут западные политики много говорят о том, что Россия может вторгнуться то в одну страну, то в другую, ожидают большой войны в связи с тем, что профессиональной армии практически не осталось, как вы говорите. Насколько это вероятно? Насколько сегодня Россия угроза для других стран? Да, она абсолютно нулевая угроза. Это полнейший бред. И, собственно, почему еще не может быть второй волны мобилизации? Потому что чисто технически по количеству людей вы можете набрать за несколько месяцев еще 300 тысяч человек, еще полмиллиона человек. Это выполнимо. Но вам банально нечем этих людей вооружать. Не осталось на резервах необходимого количества танков, гаубиц, пушек и прочего-прочего вооружения, бронетехники различные, чтобы это было у вас не просто пехотинцы какие-то, а люди на технике какой-то. Это еще одна причина, почему второй волны волны мобилизации невозможно, и почему нету угрозы реальной в текущие времена другим странам. Вот пока война не поставлена на паузу, и пока эта пауза не продлится там пару-тройку лет, никакой угрозы для других стран нет. Руслан, еще один вопрос, наверное, уже последний, да, у нас две минуты. Тут спрашивают, когда будет понятно, то есть, я так понимаю, когда будет момент, когда станет понятно, чего ждать от этого наступления в Курской области. Уже ясно, что это продвижение дальше не пойдет, настолько успешно, насколько оно было, или еще пока непонятно? Пока не ясно, то есть, все зависит от, на что готова пойти украинская команда, какого уровня ресурсов они готовы задействовать, каким уровнем потерям они готовы. Пока что ситуация развивается, и все оценки пока что прождевременные. Кстати, о потерях, что вам известно? У нас пока нет даже примерных прикидок по потерям ни по украинской, ни по российской стороне. То есть, мы видим только потери по технике. Я вам назвал там про вертолеты, вам сказал. По украинской технике мы видим уничтоженные бронемашины различные, бронетранспортеры, БМП, по которым бьют и артиллерия, и борожающие боеприпасы, ланцет. По технике есть, по солдатам личного состава пока непонятно, ни по той, ни на другой стороне, потому что информация очень ограничена. Спасибо большое. Рустан Левиев, журналист-расследователь, был с нами на связи. Спасибо, Рустан, будем следить. Спасибо. Спасибо большое. Продолжаем утренний разворот. Спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова